Друзья, всем привет! В этом видео разберем инструкцию по монтажу трубчатых снегозадержателей от завода Металлпрофиль. Вообще, бывают несколько видов снегозадержателей. Бывают планки металлические, бывают просто уголки и бывают трубчатые снегозадержатели. Трубчатые снегозадержатели это самый надежный вариант снегозадержания. Объясню почему. Трубчатые снегозадержатели не просто удерживают снег, они его как бы дробят. То есть через эти трубы снег разделяется на части и спадает с крыши небольшими частями. Трубчатые снегозадержатели крепятся хорошими надежными шурупами, которые идут в комплекте. В упаковке со снегозадержателями есть все необходимое, что нужно для монтажа этих снегозадержателей. Это сами трубы снегозадержателей, это кронштейны. На трехметровый снегозадержатель в комплекте идет 4 кронштейна. Также в комплекте содержатся шурупы, их в народе также называют глухари, болты и шайбы для соединения снегозадержателей между собой. Также в комплекте содержатся шайбы для того, чтобы нивелировать высоту ступеньки при монтаже снегозадержателей на металлочерепицу. Вот такие вот трубчатые снегозадержатели можно монтировать и на профлист, и на металлочерепицу, и на мягкую кровлю. В комплекте с каждым снегозадержателем идет подробная инструкция по монтажу этих снегозадержателей. Несмотря на то, что вы сейчас смотрите это видео, перед монтажом рекомендую ознакомиться с инструкцией. Обратите внимание, что в комплекте идут разные шайбы для разных видов крыш, и здесь в инструкции прописано, какие шайбы необходимо использовать для какой кровли. То есть маленькие и большие, они идут для разных видов кровли, для профнастила и для металлочерепицы. Также в комплекте идут шурупы для крепления кронштейнов к обрешетке, и идут болты, гайка и шайба для соединения снегозадержателей между собой. С комплектацией все понятно. В данном случае у нас снегозадержатели будут монтироваться на металлочерепицу в Амонтера Х. Давайте приступим к монтажу. Хочу обратить ваше внимание, что об установке снегозадержателей нужно думать на этапе монтажа кровли, потому что в случае, допустим, если у вас кровля из профлиста или какая-то другая, вам потребуется дополнительная доска под установку снегозадержателей. В случае стандартной металлочерепицы Ламонтера Х шаг обрешетки идет 35 см по центрам, и как раз у нас обрешетка попадает под ступеньку, куда будет устанавливаться кронштейн снегозадержателя. В данном случае кровлю делали не мы, здесь немного неправильное крепление, но здесь внизу по карнизу установлена сплошная обрешетка. В данном случае, так как здесь уже установлена сплошная обрешетка, мы без проблем сможем попасть шурупами в эту обрешетку. Еще один важный нюанс при установке снегозадержателей, это то, что они должны обязательно устанавливаться над несущей стеной, то есть нагрузка должна передаваться на стену, а не на карниз. В данном случае снегозадержатели монтировать проще, потому что шаг металлочерепицы вот этой волны Ламонтера Х, он как раз 35 см. В данном случае нам не требуется разметка для установки кронштейнов, кронштейны и так встают ровно сюда под волну, но если у вас кровля из профлиста, вам необходимо отмерить одинаковое расстояние с одного края и с другого и натянуть между ними шнур. И после этого уже устанавливать кронштейны, чтобы они шли в ровную единую линию. В некоторых случаях, если кровля имеет большую площадь, может потребоваться установка нескольких рядов снегозадержателей. Первым делом нам необходимо нанести разметку, чтобы разделить на равные части места, где у нас будут устанавливаться кронштейны. И в этих местах мы делаем разметку, где мы будем предварительно засверливаться. Необходимо использовать только тот крепеж, который идет в комплекте с этими снегозадержателями, потому что иногда строители используют обычные кровельные саморезы, которые не выдерживают нагрузку от снегозадержателей. И снегозадержатели потом вырывают вместе с металлочерепицей. Поэтому используем только шурупы, которые идут в комплекте. Чтобы без проблем их закрутить, нам нужно предварительно засверлиться. Засверливаемся сверлом 2-3 мм, меньше наружного диаметра шурупа, который идет в комплекте. На кронштейнах есть несколько отверстий под разную металлочерепицу. У нас здесь Ламонтера Х, шаг ступенек 35 см, поэтому мы закручиваем шурупы в дальние крайние отверстия кронштейна. Продолжение следует... Если разметка была сделана правильно, то трубы должны идеально заходить в кронштейны. Трубы снегозадержателей соединяются между собой на болты, гайки и шайбы, которые также идут в комплекте. Вот такими несложными действиями можно смонтировать снегозадержатели на свою кровлю. Ну а на сегодня у меня все. Надеюсь, это видео было вам полезным. Спасибо за просмотр этого видеоролика. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok